И в продолжении темы спорта. Сегодня в спорткомплексе «Лидер» прошла традиционная спартакиада для людей пожилого возраста. Согласно региональной программе, состязания для пенсионеров проводятся четыре раза в год. На этот раз они приурочены ко Дню Защитника Отечества. Участие в спартакиаде принимают женщины от 50 лет и мужчины от 55 лет. Здравствуйте! Здравствуйте! Участники приветствуют вас всех! Спартакиада среди людей пожилого возраста – это скорее не спортивное состязание. Хотя здесь, как и в большом спорте, за лучший результат участники получают медали и грамоты. Для большинства, кто приходит сюда, это возможность встретить друзей и пообщаться. Тонус какой-то поднимается и жизненный удлиняется, вроде, жизнь от этого. Так что, это, кажется, очень хорошо, что придумали такие соревнования. Потом мы раньше, когда не было этих-то, думали, ну что, старики, все, помирать пора. А нет, вроде бы, и тонус жизненный появляется. Спартакиады – это соревнования в личном зачете, но внимание сразу привлекают группы в красных футболках. Это активистки, спортсменки и просто красавицы из поселка Красное. Они стараются не пропускать ни одного соревнования. Девочки, руку поднимите, кто в спортзал ходит. Девочки, руку поднимите, кто в спортзал ходит. Стрельба, дарс, все тренируемся. Кегельбан и все у нас. И желательно включать новые виды ежегодно. Потому что каждый год одни и те же виды. А нам бы интереснее было. Ну вот тоже кегельбан, боулинг. Настольные игры есть интересные. Афанасий Михайлович Хаймен тоже спортсмен со стажем выбирает для себя дарс и стрельбу. На прошлых состязаниях из 50 выбил 46 очков. Раньше увлекался лыжными гонками, а сейчас уже силы не те. Но уверен, что наши пенсионеры могут еще послужить и родине, и отечеству. Но, несмотря на активную старость, считает, что пенсионный возраст на севере поднимать нежелательно. В Заполярье может быть и нежелательно, потому что все же условия жизни тяжелые. По сравнению где-то там средней полосой. Ну я тоже. Мне вот 28 января исполнилось 75 лет. Так что пока еще бодрый. Соревнования среди людей высокого возраста пользуются огромной популярностью. И с каждым годом участников все больше. Эти спартакиады уже проходят более 20 лет. Начало положили Борис Алексеевич Осичев, Борис Павлович Бородкин, Сергей Николаевич Тельтевский. Вот эти люди, которые организовывали первые спартакиады. Я помню, что на первые спартакиады у нас приходило где-то 15-20 человек. Потом эта немножко цифра стала расти. А сегодня, вот, прошлая спартакиада, которую проводили в сентябре 2019 года, уже собрала рекордное количество желающих поучаствовать и помериться силой. Более 100 человек. Поэтому, по мнению организаторов спартакиады, пришло время поменять регламент и формат таких спортивных встреч. Обсудить коллегиальные, включить в программу новые виды спорта, сделать обязательной летнюю спартакиаду, чтобы проявить себя могли спортсмены-легкоатлеты. Если сравнить с другими рекламными, то у нас самые активные. Мы участвуем в спартакиадах, которые проводят в Российской Федерации. И даже, вот, учитывая, что там есть и мастера спорта, ну, пенсионного возраста, кандидаты мастера спорта, а у нас простые жители округа, которые просто каждый день ходят заниматься, мы занимаем призовые места. Надо добавить, что в Ненецком округе реализуется государственная программа «Старшее поколение» в рамках национального проекта «Демография», благодаря которой пенсионеры имеют возможность бесплатно посещать спортивные учреждения для занятий. Ольга Русул, Антон Водряков, Телеканал «Север».